Четырехдневная рабочая неделя приведет к ожирению неврозам у россиян, считают врачи. Впрочем, она также может быть полезна для укрепления семейных отношений. Четырехдневная рабочая неделя приведет к ожирению неврозам у россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Елену Тихомирову. В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью, поэтому увеличится и число людей с ожирением, полагает Тихомирова. По ее мнению, если у человека есть работа, которая ему очень нравится, и у него неожиданно появится дополнительный выходной, это приведет к увеличению страха, фобии неврозов, потому что он будет думать, что что-то не так, и ждать подвоха. На снижение эпидемии гриппа четырехдневная рабочая неделя никак не отразится, считает врач. По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются в первую очередь в непроветриваемых помещениях метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит, поясняет Тихомирова. С ней не совсем согласен врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин. Он отмечает, что нельзя однозначно сказать, как сокращение рабочей недели скажется на психическом здоровье человека. По его мнению, те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным высококвалифицированным трудом, будут очень рады. А те, кто занимаются тяжелым физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, потому что их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества. В семейных отношениях будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточняет специалист. Представьте себе ситуацию. У вас появился лишний выходной у вашего мужа, если вы любите друг друга. Для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения, говорит он. С идеей сокращения рабочей недели ранее выступила Федерация независимых профсоюзов России ФНРБР. По мнению ФНРБР, четырехдневная рабочая неделя должна способствовать оптимизации времени труда и отдыха. Сокращение трудовых будней, согласно предложению, не будет влиять на размер зарплаты. Отмечается, что в некоторых странах работники высокопроизводительного труда уже работают 35 часов в неделю. Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России, заявила замруководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппаратов ФНРБР Елена Косаковская. Перед этим, впрочем, результаты опросов показали, что переход на четырехдневную рабочую неделю не устраивает 48% россиян. Понравилось возможное нововведение 29% опрошенных. Около 17% жителей страны отметили, что им все равно, сколько раз в неделю ходить на работу. В июне 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей, как основой социально-трудового контракта, сказал он. В связи с технологическим прогрессом рабочее время сократится, а досуг расширится, отмечал премьер и привел в пример знаменитого предпринимателя Генри Форда. Тот сократил рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов и получил рост производительности труда. Премьер-министр подчеркивал, что необходимо переосмыслить понятие «рабочий день» и «рабочее место». В частности, речь идет о более лояльном отношении к организации рабочего времени, включая гибкие графики и удаленную работу. До центра ОМГФ Плеханова Фаррида Мирзабалаева отмечает, что такой переход требует обязательной оценки производственных и кадровых рисков. Цена ошибки при переутомлении может быть разной. При высоких рисках нельзя переходить на четырехдневную рабочую неделю, говорит она. При этом для того, чтобы не допустить эмоционального выгорания, организации должны учитывать научно обоснованные нормы труда, которые включают в себя показатели напряженности и интенсивности работы, а также ее специфику. Благодарю за просмотр выпуска. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте отметку «Нравится». Пишите комментарии к ролику. С вами была Алиса Иванова. Продолжение следует... С вами был Игорь Негода.